На 17 марта 7155 смертей в мире от коронавируса. В России смертей нет, хотя, возможно, это связано с тем, что тест стоит 200 евро. А вот Европа стала новым эпицентром. В Германии, где живу, больше 7000 зараженных и 17 смертей. У нас закрыли школы, садики, бассейны, даже игровые площадки на улице. Да все закрыли, кроме продуктовых и аптек, до 20 апреля. Шведский эксперт Йохан Гисеке говорит, что закрывать школы – плохая идея, потому что миллионы этих детей от этого не исчезнут, а вот их родители не смогут работать. Он считает эту меру раздутой и направленной лишь на то, чтобы показать активность политиков. Гарвардский эпидемиолог предсказывает, что от 20 до 60% мирового населения заразятся этим вирусом в течение года. Меркель предположила, что 70% немецкого населения в зоне риска. Большинство случаев заражения протекают легко, но все-таки это означает, что миллионы людей могут умереть. На данный момент смертность особенно высока у пожилых, хотя нужно сказать, что это статистика из Китая, где многие курят и где ужасная экологическая обстановка. Плюс, я думаю, что использование стероидов и жестких противовирусных препаратов на заболевших пожилых просто добивает их. Ну вот, например, смотрите, они рекомендуют использовать рибавирин, рекомбинатный интерферон, лапиновир, ритановир. Потом, говорят, делать это надо с осторожностью из-за возможных побочных эффектов, в частности анемии. Но в Сингапуре дело не ограничилось анемии, а привело к дыхательной недостаточности и к нарушению функции печени. При этом некоторые из них и после такой врачебной интервенции тестировали позитивно на коронавирус. Более того, в Южной Корее, где очень жесткий скрининг, смертность 0,7% вместо ВОЗовских 3%. И, скорее всего, это ввиду того, что они выявляют более легкие случаи заражения, которые тоже включаются в статистику. Но даже если взять 3-х или 5-процентную смертность и предположить, что миллионы людей умрут от самого коронавируса, а не от врачебной интервенции, то как насчет киллера номер один в мире болезни сердца, которые ежегодно уносят 18 миллионов? И не поймите меня неправильно, я не в числе тех, кто легкомысленно относится к коронавирусу. Но почему люди не рвут на себя волосы в связи с обратимыми болезнями сердца так же, как они активизировались насчет коронавируса? Может потому, что на статинах и так уже зарабатывают отличные деньги, и тут уже и не надо ничего особо пиарить? Разве что старательно скрывают, что добавление всего 2 порций гороха или бобов в день может снизить холестерин до уровня ниже того, при котором обычно назначаются статины. Кстати, повышенный риск смерти от коронавируса имеют люди с болезнями сердца. Мне интересно, почему в России, где самая высокая сердечная заболеваемость в мире, не предупреждают о том, что препараты, используемые для лечения высокого давления, увеличивают риск инфицирования коронавирусом и могут приводить к более опасному исходу. Вирус может проникать в клетки через АПФ-2, а препараты от давления действуют как ингибиторы АПФ. Опять-таки, это все теории, но почему мы не слышим о таких потенциальных проблемах? Средства от давления используются гигантской долей нашего населения. 18 миллионов смертей ежегодно от болезни сердца конкурируют по летальности с антибиотикорезистентностью, которая может стать причиной смерти 300 миллионов людей к 2050-му. Кстати, большинство произведенных в мире антибиотиков используются в животноводстве. Таким образом, все эти три проблемы – коронавирус, болезни сердца и устойчивость к антибиотикам – так или иначе завязаны на ненужной эксплуатации животных. Если бы все люди стали вегетарианцами или веганами, риск пандемии был бы бесконечно меньше, говорит Бьерн Олсен, профессор кафедры медицинских наук в Упсальском университете, пыдание мяса приводит к пандемиям. Мы вывернули природу наизнанку и хотим затоптать свое невежество очередной порцией медикаментов и новеньких вакцин. Несмотря на то, что так же, как в случае с прививкой от гриппа, где в последние годы эффективность была всегда меньше 50%, и это в лучшем случае, то есть они не угадывают со штаммом, так же и коронавирус мутирует, и ко времени, когда такие разработают вакцину, она станет бессмысленной, да опасной, ввиду того, что такие нацеленные на какой-то специфический вирус прививки повышают риск других полиинвазивных штаммов, да и вообще такие вирусные прививки нередко заканчиваются тем, что человек заражается этим вирусом. Кстати, прививки от гриппа проталкиваются как раз в основном пожилым, тем самым повышая их риски заболеть коронавирусом в более серьезном виде. Не знаю, как в других странах, а в Германии в связи со вспышкой коронавируса советуют прививку от пневмокока. Мало того, что так же, как антибиотики, эта вакцина не сможет предотвратить вирус, так еще не забываем тот факт, что она создала глобальные инвазивные, высокоадаптивные, но опасные штаммы пневмокока. Под шумок навязывают левые вакцины, типа, ну пока нет вакцины от коронавируса, вы времени не теряете, сделаете себе прививку от бактерий, ну какая разница? В Дании так вообще был принят экстренный закон о коронавирусе, который разрешает принудительно прививать. Конечно, вместо того, чтобы принудить бросить курить, ведь легкие и ослабленные укурения более восприимчивы к респираторным инфекциям вроде коронавируса, вместо того, чтобы принудить правильно питаться, не есть продукты животного происхождения, на которых охотно растут вирусы, куда приятнее принудить волшебные средства от ангелов из фармакомпаний, которые безвозмездно трудятся на благо всеобщего здоровья. Коронавирус меня беспокоит только как прецедент для ввода обязательно массовой вакцинации, а общемировой кризис, не считая, разумеется, умерших, пойдет человечеству на пользу. Я лично не боюсь этого вируса как такового ввиду шагов, которые сейчас покажу вам. Во-первых, самое важное – это питание. Здесь я руководствуюсь тремя установками. Смузи на завтрак – это хорошая возможность загрузиться витаминами на целый день. Базилик, петрушка, укроп, кинза и так далее – отличные противовирусные продукты, стимулирующие иммунную систему. Также в смузи или в утреннюю овсянку я добавляю льняные семечки. Их биофлавоноиды эффективны при блокировании репликации вируса. Но никто не может запатентовать льняные семена, поэтому разрабатываются искусственные противовирусные препараты, в том числе на основе биофлавоноидов льняных семян. Не знаю, как вы, а я за природный первоисточник. Во-вторых, я активно пользуюсь специями на кухне. Если вы идете в ресторан, почему бы не сходить в индийский, пакистанский, эфиопский, турецкий? Это льняное веганное, да? Это веганное, да? Веганное? Да, супер. Спасибо. Рис, оливки, лук. Ешьте экзотические специи, поэкспериментируйте с различными блюдами. Остренькие специи, вроде карри – это мощнейший щит. И третья установка – это полное исключение продуктов животного происхождения. Вакцинный вирус выращивается в яйцах, он хорошо в них размножается. Поэтому очевидно, что яйца – это идеальная еда для вирусов и всевозможных патогенов, так же, как и молочные продукты, содержащие в себе протеин, который необходим вирусам для репликации. Свиньи передают людям вирусный гепатит Е, в курицах сидит вирус, который приводит к избыточному весу, и многие люди им заражены. И в целом патогенная микрофлора от поедания еды, которая гниет в кишечнике, способствует развитию вирусов. И второе – это добавки. Мы каждый день пьем свежевыжатый апельсиновый сок с 20 каплями экстракта косточей грейпфрута. Вообще его называют антибиотиком растительного происхождения, но он обладает и сильнейшим антивирусным действием. В отличие от синтетических антибиотиков, он не вызывает привыкания, не является токсичным, не дает побочных эффектов типа аллергии и уничтожения полезной микрофлоры. Либо можно взять добавку бромелоина – это фермент из ананаса, либо эфирное масло орегано или экстракт листьев оливы. Можно, конечно, есть много грейпфрутов, ананасов без добавок, но у меня они не всегда под рукой. И сейчас во время вспышки непонятно, что будет с магазинами. Также тем, кто никогда не выводил тяжелый металл из организма, можно пропить курс циолита, спирулины и масла черного тмина. Плюс я ежедневно пью веганские D3, взрослая дозировка 5000 международных единиц в день. И летом я снижу до 2000. А во время инфекции можно посмотреть на таких экспертов, как Браунштейн, и ввести мегадозы витаминов А и С. Вот что он пишет. При первых признаках заболевания я предлагаю своим пациентам принимать по 100 тысяч единиц витамина А, не бета-каротина, 50 тысяч единиц витамина D3 и 10 грамм витамина С. В день в течение 4 дней беременные женщины не должны принимать высокие дозы витаминов А и Д. Витамин С может быть повышен до толерантности кишечника. В Китае некоторых заболевших коронавирусом лечат внутривенным витамином С. Вот что говорит доктор Ричард Чэнь. Витамин С очень перспективен для профилактики, особенно важен для лечения умирающих пациентов. Когда нет лучшего лечения, более 2000 человек умерли от вспышки COVID. И все же я не видел и не слышал, чтобы внутривенное введение витамина С в больших дозах использовалось ни в одном из случаев. Нынешний акцент на вакцинах и конкретных противовирусных препаратах для эпидемии неуместен. Он добавляет, что ранние и достаточно большие дозы витамина С внутривенно важны. Витамин С является не только прототипом антиоксиданта, но также участвует в уничтожении вируса и предотвращении репликации. Подытожу видео моим личным отношением к ситуации с коронавирусом. Я против паники и не сметаю продукты питания в магазинах, хотя мои запасы однозначно пополнены. Но с другой стороны, я не из тех, кто считает, что все это необоснованно. Я где-то посередине, мне кажется, нужно быть подготовленным. По меньшей мере по отношению к тем, кто не подготовлен. Люди, которые едят трэш и постоянно прививаются, разносят болезнь, потому что их иммунка подавлена. Они надеются на вакцину, вместо того, чтобы дать иммунной системе выполнять свои функции. Они едят мусор вместо растительного питания. Проблема не в вирусе, а в обществе, которое дискредитирует тех, кто отклоняется от их веры. Мы недалеко ушли от астракизма. Так называлось изгнание опасных для государства граждан в Древней Греции. Только сейчас используются такие инструменты, как демонтизация роликов и фильтрация информации. Роскомнадзор пригласил Google штрафом за нежелание фильтровать всю запрещенную информацию. Компания ежедневно получает из Роскомнадзора список ссылок, а какие из них удалить решает сама, изучая, почему тот или иной ресурс попал в список запрещенных. Еще в феврале YouTube объявила о демонтизации роликов, в которых упоминается коронавирус. При этом отсутствие возможности подключить рекламу касается не только теории заговора и фейков, но и видео, призванных просвещать население о возможных угрозах. Вау! В предыдущем моем ролике о коронавирусе я показываю финансовый отчет ВОЗ, где видно, что фонд Билла и Милленда Гейтс является их главным спонсором. И меня называют конспирологом. Я просто излагаю факты. Я никогда не говорила, что у Билла Гейтса черная агенда. Я этого не знаю, но мне кажется ненормальным допускать частных лиц, как Билла Гейтса, к таким организациям, как ВОЗ. Мне кажется абсурдным позволять на прививках делать деньги, убрав ответственность с производителей. Я считаю, что мы совершенно сбились с пути, если терпим ситуацию, при которой лекарства являются третьей по частоте причиной смерти после болезни сердца и рака. В конце концов, лишь 12% наших российских детей здоровы, по данным Роспотребнадзора. Это не теория заговора и фейков. Это холодная правда. И сначала нужно взглянуть ей в глаза, а потом действовать. Ведь мы видим, благодаря коронавирусу, что мы все в одной лодке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова